Меня зовут Илья Иванин, я представляю компанию Velox. Мы занимаемся производством жидкости для электронных сигарет. Наш метод поточной диспергации. Диспергация это смешивание жидкости и всех ее компонентов между собой в равной пропорции. То есть, если мы возьмем 1% этой жидкости заранее смешанной, там будет ровно столько же процентов компонентов, сколько и во всем объеме. То есть, не будет никакого расслаивания. Ниже там не будет слаще, выше не будет менее сладкий и так далее. Везде будет одинаково. Во время отстаивания и когда нужно, чтобы вышел в воздух и готовые продиспергированные жидкости, расслаивание не происходит, так как это уже эмульсия, созданная с помощью диспергации. Как раз диспергация позволяет получить очень хорошую эмульсию из компонентов, что в итоге дает нам готовую жидкость для электронных сигарет, которая не требует длительного времени отстоя, как обычно требуется неделя. А мы это делаем за буквально 2-3 минуты и плюс 1-2 дня на отстой, чтобы вышел воздух, который попадает в процессе диспергирования. Вот. Соответственно, вот наш аппарат. Он называется Master Plant MP10. 10 означает емкость, которая, рабочая емкость 10 литров. Сюда мы загружаем заранее залитые компоненты в одну емкость из канистры, ну или из любой другой пищевой емкости. Заливаем через воронку в этот прибор. Жидкость поступает через воронку сразу в модуль для диспергирования, проходит диспергацию, поступает по трубкам внешнего канала на емкость, поступает сюда вновь, предварительно перемешивается миксером и снова идет на диспергирование. И так она крутится здесь где-то 2-3 минуты. Этого достаточно для того, чтобы получить полностью готовую эмульсию и, можно уже сказать, готовую жидкость для электронных сигарет. Соответственно, у нас есть здесь предварительное перемешивание в виде миксера, который планетарный миксер вращается в разнонаправленные стороны. Это предварительное смешивание в самой емкости. Так, потом оно поступает на диспергирование и обратно. Когда диспергирование закончено, мы сливаем с помощью этого шланга все это обратно в канистру или отделяем нулевку, трешку и полторашку в процессе, собственно, диспергирования не прерываясь. Производительность у него 20 литров в час, можно обрабатывать. Скорее всего, даже больше. Мы где-то за два с половиной часа успеваем 45 литров с разделением на разные крепости жидкости. Соответственно, принцип работы у дисперигатора на самом деле простой. Это сильнейшее механическое воздействие на жидкость с помощью силы сдвига. Соответственно, это ротор. Оно находится, вот этот компонент на валу. Он имеет четыре ряда зубов, через которые жидкость проходит при очень быстром вращении этого вала. И с другой стороны у нас есть ротор, который стационарен. Он стоит на месте. И у нас все эти зубья очень имеют маленький зазор между собой. И все это дело очень быстро крутится. Ну, мы используем 4000 оборотов в минуту. Можно и больше, можно и меньше. Это кому как хочется. И таким образом, вот этот маленький зазор между зубами дает очень сильную силу разрыва для этой жидкости. И все компоненты, которые проходят через эти зубы, они между собой смешиваются. Рвутся на очень маленькие кусочки. И даже несмешиваемые жидкости можно смешать, в том числе и масло с водой. Но так как у нас масла и воды нет, у нас только пропилен, глюколь, глицерин и ароматизаторы, они между собой и так неплохо смешиваются. А это уже дает сразу эффект отстоя как раз на дней 7. Мы экономим на дисперигирование. Когда жидкость у нас здесь продисперигировалась, мы ее отливаем в тару. Эту тару несем на розлив. С помощью перистальтики мы разливаем эту тару по баночкам. Баночки с помощью нашего лейблера наносим этикетки, по коробкам и развозим уже по заказам. После того, как мы завершили цикл розлива и производства жидкости, у нас на третьем этаже есть лаборатория, где мы проводим финальный контроль качества на вязкость и на соответствие нашему рецепту. С вами была компания Велокс. Спасибо за внимание и с нашей продукцией вы можете ознакомиться по ссылке в описании на сайте Виоли Клауд. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok